Сегодня хочу вам рассказать еще об одном мифе в нашей медицине. Это миф о том, что грыжи межпозвонковых дисков могут передавливать спинно-мозговые корешки. Это миф. Но все врачи, которые сидят на приеме в поликлинике, в стационаре, они абсолютно в этом уверены. Потому что их так на 4-м курсе, на курсе нервных болезней, научили. Им так сказали, и они этому поверили. Почему это миф? Потому что даже анатомические грыжи диска при всем желании не может достать до корешка. Рассказываю анатомию, которую наши будущие врачи сдали еще в середине 2-го курса. И к 4-му, когда начался курс нервных болезней, благополучно забыли, как устроен наш позвоночник. Высота 5-го поясничного позвонка в среднем где-то порядка 5-ти сантиметров. Понятное дело, что диски находятся снизу и сверху этого самого позвонка. То есть выше и ниже позвонка. Отверстие, через которое выходит корешок, находится ровно посрединке этого позвонка. То есть 2,5 сантиметра от этого отверстия, от корешка, до ближайшего диска. 2,5 сантиметра. Что такое грыжа диска? Диск состоит из двух частей. Называется фиброзное кольцо. Это такое более плотное образование. Кольцевое, кольцообразное. Которое прирощено к нижнему позвонку и к верхнему позвонку. И в средине этого кольца находится фиброзное ядро. Фиброзное ядро это более такое жидкое что ли ядрышко, диаметр которого 1 сантиметр. 1 купический сантиметр. Это вот я говорю про поясничный отдел позвонка позвоночника. Всего 1 сантиметр. Когда происходит высыхание диска, а грыжа диска это третья стадия развития остеохондроза. Остеохондроз это атрофия, отсутствие трофоспитания. То есть диск не питается. Не питается и со временем становится все более худым, 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 худым. Ну как всегда мы едим, мы полные, не едим, мы худые. Так и диск тоже самое. Худеет и потом когда-то вот это колечко доходит до такой степени истощенности, что под действием давления вот этого ядра, на которое давят позвонки, оно разрывается. И ядро выпадает. Выпадает, как правило, это в спинно-мозговой канал. Но до ближайшего корешочка от этого ядра 2,5 сантиметра. Даже если это ядро сжимается, ну максимально, вот на МРТ показано, максимальный размер, диаметр этого сжатого ядра может быть до 1,8 сантиметра. То есть всегда меньше 2 сантиметров. Не может даже до 2 сантиметров оно сжаться, понимаете? Соответственно и надавить на корешок оно тоже не может. Просто даже достать до него. Не говоря уж о том, что для того, чтобы вызвать боль, нужно не просто достать до корешка, надо и надавить на него. Только тогда оболочка, в которой проходит корешок, будет раздражаться рецепторы и бояется боль. Так ведь? Поэтому, друзья мои, сказки о том, что грыжи межпозвонковых дисков имеют хоть какое-то вообще отношение к сдавлению корешков, это сказки. На самом деле, я вам скажу больше. Радикулит, это воспаление корешка, это очень-очень большая редкость. И бывает она реально только в одном месте, в шее. Поясница и радикулитов тоже быть не может. Это такой же миф нашей медицины. Просто потому, что врачам хочется что-то сделать, чем-то помочь. А поскольку врач-невролог не может снять боль, которая вызывается на самом деле мышцами, напряженными мышцами, то, естественно, когда он посылает на обследование пациента и на обследование находит грыжу межпозвонкового диска, для врача это радость, это подарок судьбы. Он имеет полное, абсолютное основание для того, чтобы этого пациента не лечить самому, мучиться, потому что невозможно вылечить, а отправить к нейрохирургу. А у нейрохирурга только один путь, отрезвым. То есть давайте оперироваться и будем удалять эту самую грыжу. На самом деле грыжа никакого отношения не имеет. Боль вызвана мышечным напряжением. Поэтому достаточно мышцу расслабить, и боль уйдет. И это подтверждается многодесятилетней практикой. Вот так, друзья мои. Вот мы сегодня с вами развенчали еще один миф в нашей медицине. Дорогие друзья, я с радостью напоминаю вам, что у нас в школе здоровья открылся клуб школы здоровья, где мы буквально пошагово за ручку вместе все проходим решение всех проблем с вашим здоровьем. Все просто, все делаем. За год мы пройдем, решим, разберем, проработаем все ваши проблемы. Поэтому тот, кто хочет подписаться на клуб школы здоровья, пожалуйста, переходите по этой ссылочке или по этой ссылочке. И мы всегда вместе с вами все отработаем. Приходите, будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!